Это город Королёв. Только что закончилось предварительное слушание по иску кандидатов от Яблока к избирательной комиссии города Королёв, связанной с фальсификациями, которые прошли на выборах Союза депутатов. Правильно я говорю? Да, все верно. Было два иска, их объединили в один. То есть судья Королёвского суда Ганус посчитал, что эти иски, они в принципе об одном и том же, но это и так и есть. Действительно об отмене решения избирательной комиссии о результатах выборов 8 сентября. Поэтому их решили объединить в один. Таким образом, еще одно предварительное заседание уже по объединенному иску состоится 25 декабря в 14 часов. Здесь же, в этом же Королёвском суде в 14 часов тоже самое судья. Так, это очень важная информация, что судьба выборов, которые были в сентябре, у нас будет решаться 25 декабря в среду вот здесь, в Королёвском городском суде. Ну, на самом деле, не совсем так. Это будет только предварительное заседание. То есть такое же точно, как сейчас было, но только по объединенному иску. То есть получается, что их объединили и теперь снова подготовка уже вот этого общего иска. То есть там будут уже снова те же самые ответчики, мы как истцы и, соответственно, будет как истцом выступать и в том числе и партия Яблоко. То есть и кандидаты, и партия вместе. Вот так. Так, следующий вопрос тогда. Кто-то верит вообще, что в городском Королёвском суде можно оспорить результаты выборов в нашем городе? Кто будет это считать? Оспорить-то можно, но какие будут результаты, они, конечно, отчасти прогнозируемые, но в любом случае мы будем продолжать добиваться того, чтобы правда восторжествовала. И во всяком случае сам факт того, что это административный иск подан, то, что мы вместе с представителями голоса, с журналистами, Татьяна Юрасова, то, что в новой газете была публикация, все эти факты, они как минимум стали достоянием общественности. За это очень огромное благодарность всем, кто наблюдал, кто был кандидатами, кто, в общем, той команде, которая борется за честные выборы. И, к сожалению, нам не дали возможность проводить видеосъемку. Нам на ходатайство о видеосъемке объявили, что не поддерживают, отклоняют, да. И по остальным ходатайствам о привлечении председателей и заместителей комиссий, о предоставлении нам материалов. Пока, в общем, эти все ходатайства отложены. И в дальнейшем мы надеемся, что все-таки нам предоставят возможность ознакомиться со всеми документами, которые, собственно говоря, и могут подтвердить то, что те фальсификации, о которых говорится в этих статьях, публикациях, они имели место быть. Ну, на самом деле, я, вот, например, более оптимистично смотрю на это дело, потому что, ну, судя по всему, это какой-то новый судья, вот этот. Я его раньше не видел. Это судья фамилия Ганус, да? Да, Ганус, да, Ганус. Я не знаю, как у него, ДИ, в общем, он производит впечатление нормального судьи, так скажем. Надеюсь, это будет не только впечатление, да? Но, действительно, он выглядел сегодня очень заинтересованным в этом деле, что в коровском суде видишь нечасто. Да, и он размышлял по поводу наших ходатайств, и он их не отклонил. То есть, обычно тут просто, так сказать, происходит так, мы подаем ходатайства, там, различные, там, их сразу же отклоняют просто. Вот. Он сказал, что мы отложим. Ну, то есть, он хочет разобраться, я так понимаю, в этом деле все-таки. Вот. Кроме того, значит, прокурор, например, говорил, что у нас там нет времени, но судья хотел назначить на 24, на 25 декабря. Вот. И говорил, что у них какие-то отчеты. И, ну, судья сказал, что нарушение прав избирателей важнее. Вот. То есть, мне тоже это понравилось, потому что, то есть, он сказал, что прокуроры могут свои отчеты отложить, а нужно, как бы, рассмотреть важное дело по поводу нарушения прав избирателей. Сейчас очень важный момент, то, какие у вас, ну, я присутствовал, да, там, и практически все ходатайства отклонили, или, или частично отложили, отложили, да. Или же они будут сейчас частично, да, исполнены. Вот. К следующему заседанию было сказано, что будут предоставлены какие-то документы, да, какие именно, там, я помню, что, как формировались комиссии избирательные и так далее. Какие именно документы появятся в суде вот на следующем заседании, 25-го числа? Насколько я понял, появятся документы о формировании избирательных комиссий, вот этих вот, участковых избирательных комиссий, о формировании основной избирательной комиссии города Королева. Дальше протоколы всех избирательных комиссий, всех 123-х, тоже судья, тоже истребовал у административного ответчика. Так что, я думаю, что там будет достаточно документов еще, это все равно будет предварительное заседание, то есть, там решения не будут приняты. Вот. Эти документы нам потребуются, я думаю, для того, чтобы потом уже уточнить как-то иск и, может быть, там обнаруживаются какие-то новые нарушения. То есть, в общем, это нормально. А плюс, насколько я понимаю, ответчик, он так до сих пор и не представил свои возражения на наш иск. И я думаю, что на следующем заседании он предоставит. Работала же некая комиссия уже, да, которая исследовала эти материалы. Есть у вас результаты на руках этой комиссии? Какие-то, может быть, факты уже можно обнародовать нарушений во время процедуры избирательной? Ну, у меня, например, у меня нет, я не знаю, так сказать, может, у кого-то из коллег есть. Я думаю, членам вот этой как раз комиссии, к сожалению, ничего пока эта комиссия не родила. Но, учитывая вот высоту почти с документами, вот она была вот такая вот по высоте, там действительно очень много материалов. И действительно изучение вот этого, просто даже объем перелистать их, да, действительно это требует определенного времени. Но, о чем я хочу сказать, вот вы спросили по поводу перспектив дела, во многом то, какие будут результаты, зависит от того, как жители, как граждане поддержат вот эту тему, и насколько будет общественный резонанс. То есть мы уже много раз сталкивались с таким моментом, когда идет общественный резонанс, решения, которые, казалось бы, уже почти известны, какие они будут, они становились диаметрально противоположными. И многие ребята, которых могли, ну, в данном случае по поводу московских протестов, те, кого могли посадить, их выпустили или там под домашний арест перевели именно благодаря активности жителей. Так что, пожалуйста, не будьте равнодушными, рассказывайте своим друзьям, знакомым о том, что происходит, люди должны знать правду. Сейчас вот будет мое оценочное мнение, сразу говорю, оценочное мнение, это ничего не значит, но, откровенно говоря, тут не надо скрывать, мы имеем дело с мошенниками. Мошенниками, которые захватили власть в городе Королев, и вот сейчас они захватили власть буквально через выборы, сфальсифицировав результаты грубейшим образом. Что помешает мошенникам сейчас подделать те документы, которые, в общем-то, возможно, являются у них в свободном доступе сейчас, те документы, которые остались после выборов? Они опечатаны как-то, к ним сейчас есть доступ, там можно внести какие-то изменения сейчас, в данный момент, чтобы замести следы, грубо говоря? Ну, по идее, нет. На данный момент, вот эти все документы, ну, как бы как опечатаны, они находятся вот в Королевском Тите, я сама присутствовала при опечатывании, поставила свою подпись тоже вот на так называемой этой пломбе, Но поскольку ее приклеивают, как обычно, не клеем момент, а, в общем, каким-то странным клеем, то, к великому сожалению, вот эти пломбы, которые были изначально повешены, они, конечно, не имели никакой роли. Сейчас там сделали усиленную пломбу, будем надеяться, что она номерная, и вот эту пломбу уже будет сложнее как-то вскрыть. То есть, на данный момент все документы опечатаны в Тите. Ну, то есть, мы не можем... Теоретически они закрыты. Ну, мы не можем гарантировать, что преступники не заметут следы, скажем, ну, это опять мое оценочное мнение. Ну, мы никогда этого не можем гарантировать, вот, но в данном случае, хотя какая-то защита есть от этого. Хорошо, тогда последний вопрос. Вот смотрите, есть, да, ну, смотрите, есть несколько примеров, прям совсем свежих. Это Санкт-Петербург, это Красноярск, где вот через, как раз, через суды были отменены... Красноярске вроде нет, там сейчас идет... Ну, отменены результаты на конкретных участках. Это позволило тем кандидатам, которые там проходили, восстановить свои права, да, получить мандаты депутатские. И, собственно говоря, ну, права избирателей, которые за них голосовали, да, были восстановлены. В нашем случае, в Королевском, так не получится, потому что у нас нету независимых кандидатов, да, у нас не шли кандидаты сами по себе. У нас партийный список. На мандатах нет. То есть, в общем, что называть независимыми кандидатами? В данном случае речь идет о том, что если отменять партийные списки, поэтому для того, чтобы восстановить права и кандидатов, и в том числе избирателей, которые за них голосовали, нужно отменить все результаты. Вот я об этом говорю. Результаты полностью. Поэтому мы предоставили суду вот это исковое заявление, в котором перечислены многочисленные нарушения на разных участках, которые искажают волю изъявлений избирателей. А раз так, значит, общие результаты должны быть отменены. Хорошо. Кто-то еще... Есть кто что хочет сказать? Какие-то мысли, пожелания, обращения? Я могу сказать так, как вот Алексей только что сказал, что по результатам должны быть отменены все результаты, все итоги выборов. От этого зависит не только судьба кандидатов от Яблока, но и в первую очередь кандидатов от КПРФ, от других партий, потому что их результаты, их рейтинги тоже были в результате фальсификации искажены. Вот поэтому очень важно, чтобы и сторонники других кандидатов, которым лично мы не симпатичны, чтобы они тоже поднимали общественный резонанс и продвигали это дело, насколько это возможно. Хорошо. Еще раз напоминаю, что 25 декабря в 14 часов первое заседание по объединенному иску кандидатов от партии Яблока против избирательной комиссии. Против избирательной комиссии за отмену результатов выборов в городе Королево. Против